О том, что центр мира смещается на восток, а баланс мировой политики в сторону оси Россия-Китай, специалисты говорят давно. Подтверждают это все новые формы сотрудничества. В конце июля-начале августа четвертый по численности населения город Китая Чэнду принял молодежный российско-китайский форум. Побывали в Поднебесной и 11 чувашских студентов и молодых преподавателей. Сегодня с ними встретился временно исполняющий обязанности главы Чувашия Михаил Игнатьев. Волга-Янзы. Этот формат российско-китайского сотрудничества создали в 2013 году при поддержке глав обоих государств. Он объединяет 14 субъектов ПФО и несколько провинций Китая. После форума Иволга, который проходил в России, китайская сторона решила пригласить российскую молодежь к себе. Нашу республику представляли студенты и преподаватели разных учебных заведений разных специальностей. Строительство, юриспруденция, языковедение, машиностроение. Очень понравилось высокотехни... Публику представляли студенты и преподаватели разных учебных заведений разных учебных заведений. Так же можно сказать, как меня зовут, вот я Диана. Русский и китайский языки считаются одними из самых сложных в мире. И это, пожалуй, главный барьер при сотрудничестве. Впрочем, существуют другие языки, понятные всем. Наш профессор говорил на китайском, а я уже знаю, имея определенный уровень технических знаний в сфере автоматики, машиностроения, уже говорил, как работать на русском. Потом спросили, вы инженеры? Да, инженеры. Вот, и нам, получается, знание в области технологии позволили, даже не обязательно было знать язык, языковой барьер полностью упал. Тем не менее, знать язык, конечно, нужно. Правда, для хороших результатов нужно будет изменить систему изучения языков и наладить обмен студентами. Эмблемой города Чинду является древний золотой диск «Птицы золотого солнца». Почитание светила отражается и в чувашской символике. Но не только это роднит два народа. Чувашская культура и китайская, она похожа. Когда они слышат «Хура», «Хевель», «Хурама», они «Хэ» слушают или «Шухаш», «Шухамат», они так и слушают и говорят, что «Ой, с какой вы провинцией приехали, если не знаешь, что мы из Чувашии». В Рио главы Чувашии отметил, буквально пару дней назад обсуждал с представителями Китая создание агропарка в нашей республике и другие проекты. В будущем сотрудничество, без сомнений, будет набирать обороты. Надо, кто бы бывал, дальше свои идеи развивать. Идеи, проекты. Проекты, конечно, реальные дела. И азиатские страны, и южноафриканские страны на сегодняшний день по-другому смотрят на Российскую Федерацию, на нас, на всех. И они хотят за месяц сотрудничать. В следующем году восточные соседи опять приедут на форум Иволга в Самарскую область. Ну а наши ребята совместно с руководством республики наверняка придумают, как показать им и Чувашию. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика.